В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Хоровод вокруг елки, сладостей и сказков подарок в Нев организовал праздник для приемных и опекаемых детей. Виртуальный музей «Семейный архив». Подведены итоги конкурса Молодежного библиотечно-информационного центра. Рождественская история. На лыжной базе прошла традиционная ежегодная программа Центра внешкольной работы. Далее расскажем обо всем подробно. Регистрировать транспорт россиянам придется по новой схеме. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу. С нового года при постановке автомобиля на учет выдают номер только того региона, где автовладелец зарегистрирован. Также при покупке нового автомобиля в салоне собственнику больше не потребуется ехать в ГИБДД для оформления документов и получения номеров. Все это сможет сделать дилер. Кроме того, транспорт теперь нельзя оформить на лиц моложе 16 лет или недееспособных граждан. Машину, хозяину которой еще не исполнилось 16 лет, будут регистрировать на одного из родителей – опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет переоформить транспортное средство. Среди важных нововведений – нанесение на автомобиле дополнительной маркировки. Она будет наноситься, если изначальная маркировка уничтожена коррозией вследствие проведенного ремонта, либо подделана, сокрыта, изменена или уничтожена. Это позволит идентифицировать машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок. К другим новостям. Хоровод вокруг елки, игры, сладкие подарки и спектакль. В Центре культуры и досуга в Нев прошел новогодний праздник для приемных и опекаемых детей. Актеры театрального коллектива «Люкс» представили иным зрителям постановку о приключениях Иванушки-дурачка и царевны Несмеяны по щучьему велению. Мальчишки и девчонки провели несколько незабываемых часов в атмосфере сказок и волшебства. Рождественский вечер в компании сказочных героев организовали сотрудники Рафио Цунев для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы подарить им праздничное настроение и ощущение чуда. Для работников ядерного центра благотворительная акция стала доброй традицией. С 2010 года трудовые коллективы готовят для нуждающихся детей и подростков новогодние представления с чаепитием, а также собирают силами сотрудников средства на сладкие подарки и материальную помощь. Приходят, радуются, растут на глазах, улыбаются все равно. Новый год, он и есть Новый год. Для взрослых, для детей один и тот же праздник, самый долгожданный. Детям хотим подарить какое-то семейное тепло, показать, что мы все такие же люди, что ядерный центр – это не какая-то закрытая структура, это все-таки тоже люди, добрые люди, пронзывчивые люди, готовы прийти на помощь всегда. В этом году коллектив Центра культуры и досуга подготовил спектакль по мотивам русской народной сказки по щучьему велению. На сцене гости увидели давно знакомых персонажей – Иванушку-Дурачка, царевну Несмеяну, щуку и царя. Герои постановки пели, танцевали и шутили, создавая праздничную атмосферу. Тебе понравилась сказка? Какие тебе герои больше всего понравились? Так, где он на печке приехал королю. Он по царевну, чтобы она не пакала. Понравилось в этом году всякие спецэффекты, больше было интересней. Пришла я с братом, и ему тоже понравилось. Приходим уже на эти новогодние праздники не первый раз, нам очень нравится. Спасибо большое организаторам. Так что всем всего хорошего, с наступающим Рождеством, и огромное спасибо за то, что вы помните о наших детях. Ни один зимний праздник не обходится без игр с Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед началом развлекательной программы присутствующих поприветствовал начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Рафиат Суниев. Евгений Красногорский поздравил ребят с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил со сцены всех сотрудников, которые внесли свой вклад в помощь детям. Сотрудников Рафиат Суниев отличает некое неравнодушие. И это не единственная благотворительная акция, которая проходит в институте за целый год. Это одна из. И в каждой из них в обязательном порядке сотрудники в той или иной степени участвуют. Здесь уже сложилась традиция. Девять лет – это целая история. И в рамках этой традиции, конечно же, кто-то участвует больше, кто-то участвует меньше. Но каждый год примерно один и тот же объем средств мы осиливаем. В этом году подарки от ядерщиков получили около 90 участников. В конце года сотрудники института будут готовиться к юбилейной благотворительной новогодней елке, чтобы снова удивить и подарить детям частичку своего тепла и заботы. Рослые рек Тёша, Сатис и Вичкинза будут расчищены в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов – нацпроекта «Экология». Мероприятие также входит в развитие кластера «Арзамас-Дививы-Саров». Всего в регионе требуется расчистка 25 водных объектов, в том числе рекам Пьяна, Выксунка, Имза и Княгинка, озеро Ватскому. На территории Нижегородской области более 9 тысяч рек ручьев, общей протяженностью более 30 тысяч километров. В ряде случаев для расчистки рек необходима перестройка городских коммуникаций. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прием документов на зачисление в первые классы начнется 31 января. Как сообщили в Департаменте образования, заявление можно будет подать через портал государственных и муниципальных услуг, в многофункциональном центре или непосредственно в образовательном учреждении. Дети, проживающие на территориях, закрепленных за гимназией номер 2, и лицеми номер 3 и 15 будут зачисляться в муниципальное бюджетное учреждение Центра образования. Прием заявлений стартует в 8.30. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-55-21 и 9-55-20. 21 января глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник 14 января в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-90-59 и 9-77-70. В Сар-ФТ начнут работу группы по углубленному изучению физики и математики. Занятия для ребят из 7-9 классов будут проходить на базе факультета до вузовской подготовки. Обучение бесплатное, но для того, чтобы попасть в группу, необходимо пройти конкурсный отбор. Он состоится 13 января в 406-й аудитории Саровского физтеха. Начало в 15 часов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 3-92-58. В Сарове продолжается подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Сейчас специалисты городской администрации готовят заявку на поставку памятных медалей, посвященных юбилейной дате. Саровчан, которые в недавнем прошлом перевезли в город своих родственников, участников войны или лиц приравненных, к ним просят сообщать об этом по телефону 9-90-40. Это необходимо сделать для того, чтобы ни один из ветеранов не остался без внимания. День Победы. Самый важный праздник для нашей страны. 9 мая навсегда останется в памяти людей. Все, кто защищал Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны, совершили подвиг. И в наших силах сделать так, чтобы героизм прадедов помнили и чтили будущие поколения. Отдать дань уважения тем, кто ушел, и поблагодарить тех, кто еще с нами. Для этого Молодежный Центр приглашает горожан принять участие в создании передвижной фотовыставки «Фронтовой портрет. Судьба человека». В 2020 году Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы передать молодому поколению знания о подвиге наших предков, не забывать историю и быть достойными преемниками победителей, Молодежный Центр создает передвижную фотовыставку «Фронтовой портрет. Судьба человека». В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которая бы не затронула Великая Отечественная война. Наши прадедушки, бабушки, кто-то был участником боевых действий, кто-то был тружеником тыла, и каждый из них внес свой вклад в победу. Принять участие в выставке могут все жители Сарова, фотолюбители и профессиональные фотографы, которые желают отдать дань подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Принимают фотографии, наградные документальные материалы тех времен. Всего на выставке будет 4 номинации. Первая номинация называется «Фронтовой портрет». Сюда можно присылать фотографии военных лет с 1941 года по 1945 год. Вторая номинация – это «День Победы». Сюда как раз можно присылать фотографии современные, также с праздников, посвященных Дню Победы, с 9 мая, но главное, чтобы на них были изображены ветераны. Третья номинация – «Память поколений». Сюда можно присылать фотографии встреч ветеранов войны, узников, концлагерей с воспитанниками детских садов или школьниками. Главное – отразить в снимках связь поколений. Еще одна номинация – «Судьба человека, незабытый герой, незабытые войны». Это фото, сканы или оригиналы документов и наградных листов времен войны. Работы принимают до 25 января в Молодежном центре. Саму выставку оформят к 18 февраля. Подробности по телефону 9-9108. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Традиции, реликвии, кулинарные рецепты. В Молодежном библиотечно-информационном центре подвели итоги конкурса «Семейный архив». Творческие проекты в виртуальном музее представили в соровчениях всех возрастов. Жюри оценивало точность, логику и язык изложения материала. Раскрытие темы и художественного образа. Подробности в следующем репортаже. О семейных ценностях, традициях и любви к своим близким. На конкурс «Семейный архив» поступило более 30 творческих проектов. Сочинения, презентации, стихи и проза. Организаторы конкурса не ограничивали участников строгими рамками. По мнению жюри, все работы были пронизаны теплыми чувствами к своим родственникам. Все настолько творчески подошли к этим темам, к этому конкурсу, так раскрыли идею этого конкурса. Ну, просто одни слова им благодарности за их работы. В этом году в конкурсе активно участвовали школьники. Мальчишки и девчонки рассказывали истории знакомства своих бабушек и дедушек, делить впечатлениями о совместных путешествиях и семейных традициях, которые соблюдаются несколькими поколениями. Это очень важно, чтобы дети помнили о своих предках, знали свою родословную, знали о тех реликвиях, которые в семье хранятся. Одни рассказывали о вещах, которые перешли к ним от бабушек и дедушек и стали семейными ценностями и оберегами. Другие сами начали традицию семейных реликвий. Виктор Рыжов случайно нашел фигурку ангела и решил, что это знак с высшим. Да, у меня была такая мысль, а потом, может, это и перейдет от меня, внукам, от внука, еще правнукам, может, так и пойдет, и пойдет, и пойдет. Может, судьба такая. И, кстати, с этой находкой в моей жизни кое-что поменялось. О новой семейной реликвии он сочинил стихотворение и удостоился специального приза за веру в добро и верность своему ангелу. Данные конкурса не то что нужны, а обязательно и почаще их даже нужно проводить. И побольше привлекать людей, и номинаций, чтобы было больше. Но это же наша история, как можно без истории. Нет истории, нет будущего. Все участники конкурса получили электронные сертификаты, а победителей наградили дипломами и памятными подарками. Елена Горецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. С колядками, хороводами и подвижными играми отмечали новогодние праздники на лыжной базе. Воспитанники и пятовые клубов «Мечта и здоровье» подготовили для соропчан развлекательно-игровую программу «Рождественская история». Подопечные Людмилы Корпушовой из ансамбля «Забава» напомнили участникам о том, как отмечали праздники на Руси много веков назад. Гармонь двух рядышком, мы снова рядышком, а ну сыграй смелей, да заводи гостей. Сегодня праздник наш, сегодня праздник новый, сегодня будем веселиться мы с тобой. Развлекательную программу «Рождественские истории» открыли воспитанники ансамбля русской народной песни «Забава». Вместе с руководителем коллектива солисты напомнили гостям, как веселились во время зимних праздников наши предки. Я очень рада выступать в нашем городе, очень рада дарить положительные эмоции жителям Сарова. Мне очень нравится видеть счастливые лица детей, счастливые лица их родителей. Легкий мороз и задорные русские народные песни давали зрителям просто так стоять. Ноги сами просились в пляс. И дети, и взрослые пели калятки, участвовали в конкурсах, танцевали под современную музыку. Выступления творческих коллективов и игровая программа на лыжной базе проводятся каждый год во время новогодних праздников. Организаторы дают возможность саровчанам активно провести время на свежем воздухе всей семьей. Традиционно ежегодно программа на лыжной базе готовит центр внешкольной педагогии и воспитанники центра внешкольной работы. Эстафету веселья солисты «Забавы» передали активистам клубов по месту жительства «Мечта и здоровье». Игровую программу продолжили снеговики, которые провели для детей конкурсы. На метелку держимся, держимся. Вот. Выбирай себе салон, прицепляйся к ней. Ух ты! Здесь вот такой хвост. Пока одни отвечали на вопросы викторины и выполняли сложные задания, другие тренировались ходить на командных лыжах и в гигантских ботинках. Очень хороший праздник. Спасибо большое за «Забави». Так нас хорошо, здорово развлекали. Дети все довольные. Походили в новые обуви. Спасибо вам большое. Молодцы. Только жалко, что нигде не было объявления, что сегодня будет здесь такой праздник. Я своих друзей из Волани, говорят, что ты придумала, нигде ничего нет. Праздник веселый, задорный и замечательный. Молодцы. Два часа на свежем воздухе с песнями, танцами и подвижными играми стали для взрослых и детей настоящим праздником. Каждый получил заряд бодрости и веселья. А дети еще и сладкие призы. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Староу-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова